МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирины Звягинцева. Коротко о главных темах Купска. Большая вода в Углегорском районе из-за обильных осадков подтопило село Поречье. Медленно-медленно шла, а потом вот прям махом. Минут за 20. Рыбалка в законе на Сахалине открыли сезон ловли симы по путевкам. Как и в каких объемах ловить симу, не нарушая закон, расскажу вам я, Илья Бабенков. Если хочешь быть здоров, более 30 тысяч жителей областного центра встали на диспансерный учет. Продвить жизнь сахалинцев и курильчан – главная задача диспансерного наблюдения. Как получить услуги специалистов и встать на учет, расскажу я, Ольга Артемова. В Углегорском районе наводнение рекопокосное из-за сильных осадков вышло из берегов и затопило участки в Поречье улица. Заречная и центральная дорога оказались под водой, потопило и въезд в соседнюю Ольшанку. Подробности расскажем далее. Сезон полевых работ придется начинать заново. Недавно жители Поречье в Углегорском районе посадили в огородах картошку. Но теперь их участки оказались под водой. В домах на улице Заречной, до которых добралась стихия, живет четыре семьи. Сейчас они подсчитывают убытки от разгула реки Покосной. Пошла в эту теплицу, думаю, решила посадить огурцы, чтобы пораньше, дети летом приезжают. Поднимаю голову, собака гавкает, думаю, что-то... А вода уже вокруг, вот так вот. Медленно-медленно шла, а потом вот прям махом. Минут за двадцать. Он только успел, машину быстрее и все. Наводнение в Поречье бывает почти каждый год. Многие местные жители заранее готовятся к паводкам. Начинают строительство домов, их ставят на возвышенности. В этот раз Покосная не добралась до жилых зданий. Сухими остались и подвалы. Идет себе, да я пускай идет. Это же природа, против них не попрешь. Ну и сплю спокойно сам. Ничего я не боюсь. Это не первый раз, уже в 81-м, дай Боже, какая была. И ничего. Все живы, все здоровы. Сначала вода вплотную подобралась к единственному мосту, который соединяет Поречье с остальным миром. Затоплена оказалась центральная дорога, затем поток добрался к домам сельчан. На помощь сельчанам выдвинулись специалисты местного отдела ГО и ЧС. В настоящее время наблюдается спад воды в реке Покосная. Ситуацию администрация держит на контроле. Ежечасно созвонимся со старостой и сами там находимся на месте. Река вышла из берегов из-за обильных дождей, которые обрушились на Углегорский район во вторник, 16 мая. За сутки выпало 13 мм осадков. Уровень воды в Покосной поднялся на 1 метр. Для жителей, чьи дома затронул паводок, разместили временный пункт в местной школе. Здесь расположили раскладушки, спальные мешки, постельное белье, одеяло и подушки, чтобы жители могли переждать в спокойных и комфортных условиях стихию. Однако, пока все местные жители остаются в своих домах, чтобы не пустить в них большую воду. Если паводки усилятся, сельчанам обещают оказать необходимую помощь. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Телькомпания ОТВ. Теперь поймать Симу. На Сахалине можно без риска административного и даже уголовного наказания. На юге острова официально стартовал сезон любительской рыбалки. Чтобы избежать проблем с законом, нужно только оформить путевку. Сделать это можно при наличии паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Сколько стоит хвост, узнавал мой коллега Илья Бабенков. Ранний подъем, горячий чай в термосе и путешествие за десятки километров от дома – главная радость для Алексея Драчкова. Заядлый рыбак никогда не пропускает начало сезона ловли Симы. Даже если он не совпадает с отпуском, мужчина успевает съездить на лютогу до начала рабочего дня. Собот необходимый минимум – спиннинг, рыбацкая экипировка и разрешение на вылов. Сима, естественно, одна из самых вкусных сезонов на Сахалине. Я противник сетей. А почему? Ну, потому что, то есть, рыбы потом не остается после сетей этих. То есть, проходит сетями, все собирают и, как бы, то есть, приходят кто уже с удочками, то есть, уже часто бывает, что ничего не остается уже. Официально ловить Симу разрешено до 20 июня. Прибрести путевку пока можно только в одном месте – кафе «Кантри». Оно расположено недалеко от Сахалинского Артека, у моста через лютогу. А разрешение выдают с 9 утра до 6 вечера. Легальная рыбалка – это несложно. Для ловли Симы любителям и профессионалам необходимо оформить путевку минимум на три хвоста. В случае, если удача на стороне добытчика и лимит будет превышен, придется доплатить по 100 рублей за каждую рыбину, дабы избежать недопонимания при проверке. Ловля Симы без путевки влечет административную и уголовную ответственность. Штраф до 5 тысяч рублей за один хвост и потеря снастей – самый мягкий расклад. Штраф 5 тысяч рублей за какое-то, когда есть возможность, предоставлена государственная возможность ловить полицензии. Зачем я буду там нарушать закон? Пока что лютога – единственное место для ловли Симы. В Министерстве по рыболовству Сахалинской области не исключают, что до 20 июня откроют еще около пяти участков. А в целом поймать лососевых этим летом смогут жители всего региона. Горбушу можно ловить с 1 июня уже свободно, бесплатно на 55 местах в каждом муниципальном образовании. Лов учитывается на морских участках не только удочкой, но и сеткой свободно, бесплатно в пределах суточной нормы трех хвостов. Ловить Симу на лютоге можно ежедневно с 5 утра до 10 вечера. Илья Бабенков, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Диспансеризация населения поможет продлить жизнь островитян. В Центральной поликлинике Южно-Сахалинске сегодня работает новое клинико-диагностическое отделение. Под опеку врачи берут всех, кто уже знает о своих болезнях и тех, у кого диагностируют недуг во время обследования. Подробности у Ольги Артемовой. Узнать уровень сахара и холестерина в крови, уточнить показатели давления. С такими намерениями Наталья Квак ежегодно посещает поликлинику. На регулярной основе уже несколько лет. Результат налицо. В свои 67 Сахалинка не страдает тяжелыми недугами. Здоровье – это личное дело каждого человека. И, в принципе, если предоставляется такая хорошая возможность бесплатно пройти диспансеризацию узких специалистов – это просто здорово. Теперь островитянам с хроническими заболеваниями не придется просить врачей о назначении исследований. Медики сами будут следить за их состоянием в динамике. Для каждого пациента составляют маршрутный лист наблюдения. Делать это будет не только терапевт, но и другие специалисты. Уменьшилось количество экстренных приемов. То есть ранее пациенты, понимая, что им нужен диспансерный учет, диспансерное наблюдение, они пытаются записываться через 1-300 именно к лечащим врачам в другие корпуса. Сейчас, после того, как мы стали их проактивно приглашать, мы заметили именно снижение экстренного приема. Задача диспансерного учета – вовремя выявить болезнь, предупредить осложнения, обеспечить профилактику и медицинскую реабилитацию. Распространены на островах сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного тракта, системы кровоснабжения. Смертность от артериальной гипертензии в регионе стоит на первом месте. Нам необходимо определить стадию заболевания, нам необходимо определить, есть ли повреждения органов мишени. То есть артериальная гипертензия – это же не только давление, ну это в первую очередь, а во второй – это уже повреждения органов мишени, это сердце, головной мозг, это почки. Для диспансерного наблюдения в Центральной поликлинике Южно-Сахалинска создали специальное клинико-диагностическое отделение к услугам пациентов, терапевты, кардиологи, эндокринологи, фельдшеры, медсестры и администраторы. Пропускная способность сегодня – более 200 человек в день. Пройти диспансеризацию может каждый житель Сахалинской области, достигший 18-летнего возраста. Для этого необходимо позвонить по номеру 1300 и записаться, либо обратиться к администратору в поликлинику. Ольга Артемова, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. Продукты, стройматериалы и маскировочные сети доставили сахалинским бойцам на передовую, посылки собрали неравнодушные жители Сахалинской области. Груз уже доставлен из склады в ДНР, в ближайшее время его отправят в расположение защитников Донбасса. С особым вниманием относятся к именным посылкам, их вручают лично адресатам. Сахалинцы, спасибо за вашу помощь, поддержку. Каждая посылка, каждая вещь, которая приходит, доходит обязательно до бойцов. Это очень сильно мотивирует, помогает каждому из нас чувствовать вашу поддержку, помощь. Мы понимаем, что мы не одни. Помимо необходимых вещей, бойцам доставят письма от жителей Сахалинской области. 23 миллиона рублей на новое жилье для коз. Крестьянское фермерское хозяйство Вощенковых из села Первая Пать выиграло грант областного министерства сельского хозяйства и торговли. Средства помогут обустроить помещение для скотины, а следовательно увеличить объем производства молока. Подробности в нашем следующем материале. Груша, лукерья, павлина, элеонора и сирена даже не осознают, что стали первыми на Сахалине козами и миллионерами. Это только часть прекрасной половины фермерского поголовья. Заботливые хозяева холят и лелеют подопечных. Елена Вощенкова шутит, что все люди покупают золото и бриллианты, а они с мужем коз. Первым приобретением стала меркель, которую они взяли уже беременной. Именно породные с подтверждением родословной, это только англо-нубийские, это вот такие вот козочки с ушами, вот такие. Родительская пристада приезжала у нас, ну три головы, скажем так, приезжала с материка, с разных мест мы привозили. Вот, все остальные козочки, это те козочки, которые мы могли на Сахалине найти максимально приближены к занинской горьковской породе. Занинская порода считается самой молочной, а англо-нубийская уступает ей в этом отношении. Зато превосходит содержание жира и белка в молоке. А кроме того, из него лучше получается сыр. Козла в стадии всего два, но каждый племенной производитель. Правда, живут отдельно от своего гарема и только раз в год встречаются с подругами. Своего рода гостевой брак. Сейчас на ферме содержат более сотни рогатых голов, плюс полторы тысячи гусей и уток. Скоро и без того неплохие условия для жизни коз получатся до разряда элитного жилья. Все благодаря гранту. До его получения фермеры закупили сельскохозяйственное оборудование и технику, а также возвели ангар для хранения сена и административное здание. Осталось возвести помещение непосредственно для подопечных. Они серьезно подошли к строительству самой фермы. Как положено, заказали проект. При строительстве у них стоит строительный контроль, который контролирует каждый этап самой стройки. И поэтому вот результаты налицо. Помимо грантовой поддержки для действующих фермеров, областные власти выделяют помощь начинающим. Сумма в зависимости от направления деятельности может превышать 5,5 миллионов рублей. Также сельхозкооперативы могут получить до 70 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. В целом на островах действует свыше 40 мер поддержки для аграриев. Данил Пангстянов, телекомпания ОТВ. Сахалинские студенты вступили во Всероссийскую организацию «Движение первых». Из 12 предложенных направлений воспитанники островного техникума сервиса выбрали волонтерство. Опытом с сахалинскими новобранцами обменялись участники движения со всего Дальнего Востока. У нас самое большое движение волонтеров. То есть у нас центр волонтерского движения. Там в нем участвуют как все ребята желающие, так и ребята, которые с ограниченной возможностью здоровья. Очень важно, когда они сами будут разрабатывать какие-то проекты, какие-то предлагать новые темы для того, чтобы именно мы уже к ним, так сказать, им в помощь были. Это очень интересное мероприятие. Я смог для себя ответить на огромное количество вопросов. И наметились какие-то планы на будущее, как работать, как устраивать систему взаимодействия со школами. И все в таком духе. Гости познакомились с процессом подготовки волонтеров. В техникуме сервиса визит проходит в рамках Дальневосточного форума «Движение первых». Как проведут летние каникулы школьники Сахалина и Курил? Насколько сегодня востребованы дневные детские лагеря? И при каких учреждениях они будут открыты? На эти и многие другие вопросы нам ответил заместитель директора департамента Министерства образования Сахалинской области Николай Неретин. Запись беседы смотрите в рубрике «Гость студии». Николай Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Летом не за горами. Как в этом году будет проходить летняя оздоровительная кампания? Да, действительно, уже осталось считанные дни до начала летней оздоровительной кампании. Но уже сейчас, 15 мая, у нас начались летние кампании, летние оздоровительные смены. Действительно, у нас в юбилейном началась первая смена с 15 мая. И такой основной поток детей пойдет с 1 июня. У нас в этом году на территории Сахалинской области 4 оздоровительных лагеря загородных будут функционировать, как и прошлые года. И плюс еще откроется 335 дневных площадок на базе общеобразовательных и образовательных организаций. Какие направления будут представлены? Направления у нас являются традиционными и немного скажу о новых. В основном в этом году очень широко будет представлено патриотическое направление. Мы будем особое внимание уделять и военно-патриотическим мероприятиям. И важным для нас является, конечно, развитие творческих способностей ребят и спортивным направлением. Потому что хочется, так скажем, ребятам максимально обеспечить платформу для их развития и тем самым подготовить инфраструктуру для этого в лагерях. И, естественно, мы уделяем внимание развитием медиа-центров, школьным театрам и спортивным клубам. То есть это те образовательные, так скажем, активности, которые мы проводим в течение учебного года. Но наша задача, чтобы ребята в летний период времени максимально раскрылись и попытались те инициативы, которые в учебном году они не реализовали, они реализовали во время летнего отдыха. Ну вот если говорить о загородных лагерях, сколько их будет работать? У нас будет их работать 4. Это у нас лесное озеро Юбилейный, Чайка и Восток. Восток также в этом году работает, коллеги из Министерства спорта также подготавливают 3 смены. У ребят будет замечательная возможность также попробовать себя в тех направлениях, о которых я сказал. Ну и наши загородные оздоровительные лагеря, конкретно лесное озеро, хочется остановиться. Также в этом году, в августе месяце, принимают ребят и организовывают для них смену для деток с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важно. Мы увеличили вдвое в этом году квоту. Порядка 40 человек таких ребят мы будем встречать и организовывать для них мероприятия. Будут ли какие-то тематические смены или, может быть, какие-то новые направления будут представлены? Да, у нас есть мероприятия, которые координируют и курируют непосредственно Минпросвещение России. Это Орлята России. Это такое мероприятие, касающееся деятельности младших школьников. Это программа социальной активности. И здесь, конечно, немаловажно, что именно этой категории возрастной мы уделяем особое внимание. В целом, также еще хочется отметить о проведении смены в рамках российского движения «Тей молодежь» движения первых. Мы в этом году такой формат на базе палаточного лагеря попробуем. На наш взгляд, это интересно с точки зрения того, что ребята попробуют себя в такой неформальной обстановке, приближенной к реальным условиям, к природным. И у них появится возможность поближе друг к другу пообщаться. Насколько сегодня востребованы детские дневные лагеря и при каких учреждениях они будут открыты? У нас действительно это самый востребованный вид отдыха в связи с тем, что он достаточно массовый. У нас открыто и планируется к открытию порядка 335 таких лагерей на базе образовательных организаций. И уже сегодня, можно сказать, практически мест нет. Законные представители, да, родители максимально обеспечили досуг своих детей на базе оздоровительных площадок. Есть ли возможность сейчас у родителей подать заявку на путевку в детский лагерь, загородный или пришкольный? Вот, к сожалению, сейчас у нас уже летняя, так скажем, кампания по записи закончилась. И у нас порядка более 4000 заявлений поступило в базу. И уже сегодня это не получится сделать. Но в связи с тем, что мы уже распределяем путевки в загородные оздоровительные лагеря. Но пока что еще есть время как раз на пришкольные лагеря подать заявку, обратившись или через госуслуги, или напрямую в администрацию образовательной организации. Более того, мы понимаем для себя, что также важным нюансом является, что мы в этом году отправляем детей, которые показали отличные результаты в Всероссийский детский центр «Океан». Порядка 600 человек мы планируем к отправке. Также в течение всего года у ребят появится возможность во Всероссийский детский центр на территорию Российской Федерации попасть. И еще один важный нюанс. То, что если вдруг по каким-то причинам у родителя не получилось записать своего ребенка в лагере, у него есть возможность самостоятельно организовать отдых. Потому что на территории Сахалинской области действует компенсация. По 75% о средней стоимости путевки. Да, это очень важно сегодня для родителей. Николай Владиславович, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студии. Всего доброго, до свидания. До свидания. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. Борьба за экологию. На Сахалине развивают карбоновые полигоны. Когда мы говорим про морской водно-болотный полигон, это система знаний об прибрежно-морском усадконакоплении. Попасть в кольцо в Долинске проходит областной турнир по баскетболу среди юношеских команд до 14 лет. Было интересно, тяжело. Мы справились, забили. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь. Победа или поражение. Решай. Главная ценность в жизни человека – это семья. Когда близкие рядом, можно преодолеть любые трудности и решить самые сложные проблемы. Тепло домашнего очага согревает, дает надежду. Поддержка близких людей придает сил. Как бы стремительно не менялся мир, в нем всегда остается место постоянства, семейным ценностям. Совместная готовка или чтение книг, походы в кино и прогулки в парке. Маленькие традиции, которые оставляют теплое воспоминание о любимых. Традиции, которые будут передаваться из поколения в поколение. Семья – это источник любви и уважения. Семья – это дом. Мы живем в живописном островном регионе. Мы все такие разные. Многонациональные сахари. Одна крепкая, дружная семья. Наша сила в единстве. Поддержка и снижение административного давления на бизнес стали главными темами на встрече главы региона с уполномоченным по правам предпринимателей в Сахалинской области. Валерий Лимаренко и Андрей Коваленко обсудили работу платформы «Бизнес Сахалин Онлайн», которая помогает наладить взаимодействие между властью и бизнесом. Такая обратная связь, например, помогла решить практически все обращения от предпринимателей в досудебном порядке. У людей должна быть стопроцентная уверенность, что мы будем решать в спорных вопросах, будем принимать позицию бизнеса. Потому что государство и правительство Сахалинской области вполне сильные для того, чтобы поддержать малосредний бизнес, особенно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся. На островах субъекты малого и среднего бизнеса также могут рассчитывать на меры финансовой поддержки. В 2022 году объемы помощи за счет средств Сахалинского фонда развития предпринимательства выросли почти вдвое и превысили 1 миллиард рублей. 20 тонн гуманитарной помощи на Донбасс отправили неравнодушные сахалинцы. Очередную партию продуктов сформировала островная рыбоперерабатывающая компания для жителей города Волноваха. Муку, сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, яйца и сгущенку доставили в местный храм. На помощь служителям пришли сахалинские казаки, которые несут боевую службу в зоне проведения специальной военной операции. После своих дежурств они помогли разгрузить продукты и раздать их прихожанам. Большое спасибо за помощь, за поддержку, мы очень благодарны. Продолжаются боевые действия, фронт рядом, люди нуждаются в поддержке, поэтому ваша помощь, ваша поддержка, как нельзя кстати. Спасибо большое. Сами бойцы тоже не остались без посылок с малой родиной, им передали необходимое оборудование от отзывчивых островитян. Первую экскурсию на Карбоновый полигон провели в Корсаковском районе. Выездное мероприятие собрало представителей бизнеса, связанного с добычей полезных ископаемых. Присоединились к поездке серебряные волонтеры направления экологии. Для гостей провели лекцию о работе объекта и его роли в климатическом эксперименте, который проходит на островах. Подробности у Анастасии Красовой. Любовь Кравцова давно ждала хорошей погоды, чтобы отправиться на море. И дождалась возможности совместить приятное с полезным. Женщина в составе группы приехала на Карбоновый полигон в Корсаковском районе, чтобы узнать о его борьбе с парниковым эффектом. Защатку разместили на берегу залива Анива, недалеко от села Соловьевка. Мне очень понравилось сегодня то, что мы посетили. Дело в том, что мы не в курсе были, что здесь такие залежи торфянника. И что они выделяют углероды. А углероды способствуют, чтобы не выделялся метан. Карбоновый полигон – территория с уникальной экосистемой, где ученые измеряют уровень выделения углерода при разных режимах обработки почвы. Исследования станут основой для создания отечественной системы мониторинга парниковых газов. В 2021 году Министерство науки и высшего образования РФ запустило пилотный проект по созданию в России таких площадок для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Один из таких и появился в островном регионе под контролем Сахалинского госуниверситета. На этом полигоне мы, с одной стороны, изучаем, как все это происходит, а с другой стороны, мы планируем в этом году уже начать отработку технологий по управляемости этими водноболотными угодьями морскими и разработкой технологий. Нам понятно, как это делается. Если работа по созданию полигонов докажет свою эффективность, многие компании смогут создавать свои углеродные единицы, чтобы сократить количество выбросов и тем самым улучшить экологическую ситуацию на островах. Мы жители Сахалина, поэтому, участвуя в эксперименте, мы свою долю понимаем и вклад свой в углеродные единицы должны уже сейчас понимать и просчитывать, и искать все виды поглотителей. В планах тиражировать опыт Сахалинской области и в другие регионы страны, а возможно и мира. Анастасия Красова, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Как сдать единый государственный экзамен без нервного срыва? Как переживают этот период родители и ученики? Эти и другие вопросы, связанные с ЕГЭ, обсудили участники проекта медиахолдинга «Губернские ведомости» «Дискуссионный клуб». Прямая трансляция состоялась на Рутюб-канале ОТВ «Сахалин» и радио «Комсомольская правда. Сахалин». В беседе участвовали преподаватели, психологи и журналисты. К подготовке я единственное, что советую, это приходить заранее, как минимум за год, потому что это, наверное, минимальный срок, за которым мы можем эффективно подготовиться к экзамену. Лучше всего, если мы начнем готовиться за два года, как только они перешли в десятый класс и уже выбрали, так скажем, свой дальнейший путь. Во многом мы поможем ребенку исправиться с самой ситуацией, которая довольно-таки тревожная, так и какой опыт вынести из этого мероприятия. На мой взгляд, важно, ну, скажем так, не переоценивать значение этого события в жизни ребенка, но и, ну, не сказать совсем, обесценивать. Полную версию «Дискуссионного клуба» можно посмотреть по ссылке на вашем экране. В прямом эфире программа выходит по вторникам в 18.00. Региональный турнир по баскетболу стартовал в Долинске. Соревнования принимает местная спортшкола. В них принимают участие 8 юношеских и 4 женских команды Юга и Севера Острова. Это самые юные спортсмены в возрасте до 14 лет. Состязания станут точкой в напряженном баскетбольном сезоне. Слово нашему корреспонденту Игорю Антипову. Каждый день мальчишки и девчонки 2010 года рождения и младше проводят по 6 матчей. Продолжается борьба в подгруппах. И сейчас мы наблюдаем с вами противостояние двух северных команд из Ахи и Александровско-Сахалинского. Начало поединка оказывается непредсказуемым. Соперники не спешат делать точные броски в корзину. Их попадания в цель дефицитны. Ребята показывают на площадке равные возможности. Получилось так, что команда Александровско и техничная, и сильная, и собранная. Игра у них более командная получилась. Ну и удача была на их стороне. Ахи, конечно, немножечко расстабились, упустили пару моментов. Пропал настрой. Илья, хоть раз можно сделать то, что мы учили год с вами? Я говорила мне, что встань. Он сам полез. В итоге вообще пробежку сделал Артем. Артем, ты зачем руки мячик берешь, когда ты ведешь его. Потом опять ведешь. Ошибок было бы меньше, если бы делали правильную расстановку сил, считает наставник. Наладить тактику лучше всего получается у Александровцев. Просто мальчишки внимательно слушают установки тренера. Снял мяч? Найди своего игрока. Отдай спокойно ему. Отдай. Не надо долго мяч бить. Ты чем дольше двигаешься, ты его начинаешь терять. Помогайте голосами. Я не слышу голоса у вас. Бегаем голосом. Все, спокойно. Мы команда Ахи – это хорошая команда. Они всю жизнь как бы играют. У них девочки в приоритете, у них молодцы всегда. Ну что сказать. Начинающие юноши, так сказать. Начинающее поколение. Мы очень рады, что, конечно, у нас дети растут, что они заинтересованы спортом. Ахинцам за четыре четверти удается набрать всего 15 очков. А вот их противники оказываются в этом деле снайперами. Набирают 49. Надо делать побольше проходов и играть на скорость. Все вышло? Да. А как вообще вам условия в Долинске? Насколько вообще нравится вот этот спортивный зал игровых видов спорта? Зал очень хороший, нравится. Даже есть где посмотреть. Ахинцы, потерпев фиаско, явно расстроились. Впрочем, еще не все потеряно. Решающий раунд только в субботу. В полдень начнется розыгрыш призовых мест. Игорь Антипов, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», также на сайте нашего информационного агентства «Сах.онлайн» и, конечно же, в социальных сетях. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Сахалинская область 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 Сахалинская область